друзья я приветствую вас на канале технологии охоты меня зовут дмитрий морозов сегодня у нас обзор вот этого замечательного ружья которая называется mr 155 профи вообще это ружье является как бы титульным ружьем от российского оружейного производства я считаю и в принципе как бы действительно оправданно почему потому что вот ну в основном когда говорят о полуавтоматах российского производства обычно говорят об мр-155 вот настоящее время поэтому ну а это мр-155 которая доработана немножко до ума доведена она как бы более улучшена у нее дерево и так далее в принципе ну есть есть действительно о чем поговорить и есть чем как говорится похвастать в общем именно это ружье позиционируется как как бы лучшее российское оружие я конечно не говорю о двухствольном оружии отозах я не говорю и я ничего не могу сказать обе кассе почему потому что ну я с ним не охотился и мне вот я не опираюсь на мнение там ребят которые сидят на форумах или там так болтают как бы не понимаю не пользуясь этим оружием да дают оценку я так не делаю поэтому если у меня будет возможности как бы попользоваться бекасом тогда да а сейчас вот я считаю титульным оружием все-таки вот это вот мр-155 давайте сначала немножко так вот зайдем с немножко с прошлого по моему в 2000 году было налажено производство мр-153 вообще я хочу сказать что вот наши газоотводники наши вот и мерки это оружие которые разработаны ну про производством да это не то ружье которое там как турки используют чужие разработки или еще какие-то кто-то там да как болгары допустим выпускали наш калашников там и кто только его не выпускал китайцы даже нет это ружье как бы изначально разработана на заводе на ижевском поэтому это фактически она как бы это как калашников вот в русском мире в русском оружии так же как тактически это калашников да в охоте это мр-153 сейчас 155 и за эту разработку вот завод был награжден премии там по моему национальной безопасности или как называется между прочим она международная премия в общем-то в принц ну было оценено оружие как положено но время шло требования менялись и пришли к тому что нужно немножко изменить все это и в одиннадцатом по моему в одиннадцатом году была закончена разработка вот мр-155 надо сказать что и 153 несмотря на то что она тяжелее может быть не совсем такое ловкое пользовалась очень большим успехом даже в сша сша продавались они под маркой риммингтон и 2006 2007 2008 года они шли в продаже именно под маркой риммингтона но нужно не забывать о том что это ружье не только охотничье это еще и тактическое очень много тактических различных модификаций этого ружья и у нас в стране тоже продаются короткие виде автоматов тактических 12 12 калибра и так далее такие оружие из часто используют в полиции например такие оружие можно использовать не только дробью или свинцовой дробью как в сша используется их используют и с резиновыми пулями и резиновой картечью для чего в принципе как бы и в основном они предназначаются наверное в полиции поскольку дробью полиции конечно пользуются очень очень не часто ну в крайних случаях фактически это уже стрельба будет на поражение вообще российское оружие 12 калибра пользуется тактическое оружие 12 калибра пользуются очень хорошим спросом и в европе и в сша французская полиция использую 12 калибр российского производства американцы используют они вообще не стесняются как бы в плане выбора оружия почему потому что ну и то что им нравится тем они пользуются как бы без всяких каких-то там дополнительных проблем и модификации этого оружия действительно очень много почему потому что 12 калибр используется во многих ситуациях это во первых а во вторых сама газоразрядная система газозарядная система этого оружия она очень даже надежная вообще газоотводы сами по себе они гораздо надежнее чем инерционки в плане использования вот тактического использования потому что инерционку нужно обязательно вкладка там и так далее а газоотводные оружие они этого не требуют они работают в принципе почти в любых условиях и более наши вот эти мр-155 что им нужно да ничего тряпкой вытер и он будет работать так что оружие само по себе очень даже неплохое ребята очень даже неплохое оценено во всем мире но у нас в основном конечно используется к именно как охотничьи ружья поэтому давайте вот конкретно посмотрим вот то ружье которое у меня есть вот его и будем рассматривать у меня есть обзор мр-155 которая простая не профи первую которую я купил она была в пластике такой зимняя осина очень неплохое ружье я продал его потом в принципе думал стоило продавать или нет ну в общем это не вернешь и обзор остался вы можете посмотреть основные как бы вот в мое мнение именно об оружии именно как мр-155 об этом оружии я хочу поговорить именно как о профи стоит ли покупать именно вот саму профи или достаточно взять просто мр-155 конечно само ружье это уже улучшено вот давайте посмотрим вообще в дереве очень хорошее дерево надо сказать что я не пропитывал его дополнительно никакими маслами ничем ничего и не трогал в общем-то и брал это ружье на охоту по утке и в лодку где вода там и так далее сырость большая бывает на лаковом покрытии появляются какие-то влажные белые такие белесые следы если длительное использование в воде получается но высыхает ружье вы никаких пятен не остается все нормально то есть никаких вот последствий того что она была в воде попадала воду вообще нету то есть все отлично и вообще я хочу сказать что ружье по своему виду от внешнему отделки так далее очень близко к европейским ружьем здесь кстати вот предположим вот в отличие от той и марки здесь вот сделан переходник пластиковый очень хороший который уходит вот в цевь и деревянные на деревянном цевье есть марка байкал вот здесь кстати даже в принципе вот на ручке да вот на этой вот на этой ложе тоже есть до знак байкала и в принципе выглядит очень цивильно здесь значит получается надпись такая очень серьезная вот вот значит байкал профи написано и в принципе ружье как бы очень само по себе неплохое вот это цирракотовое покрытие она вообще пришло из армейских дел из тактического оружия ну довольно приятная я не очень разбираюсь в этих вещах для меня главное что она держится выглядит неплохо как бы и сейчас это покрытие как раз используется вот в европейских ружьях и в нашем вот титульном ружье мр-155 профи то что касается самих свал стволов в принципе у меня вопросов к ружью именно мр-155 профи вообще не было конечно да хотелось бы чтобы все таки хотя бы на этих ружьях на мр-155 профи были удлиненные чоки удлинили их вглубь да сделали бы не такими короткими там по четыре сантиметра сделали бы девять десять сантиметров так как делаются на бенели и так далее но к сожалению оставлено все по прежнему поэтому лучше всего использовать удлинители ствола и удлинитель допустим 5 сантиметров выбрать который еще внутри ствола располагается получается там как раз те же самые восемь девять сантиметров которые и самое главное что там идет сужение вдоль всего удлинителя сужения ствола поэтому вот как раз подобные удлинители они будут решать проблему вот этого ружья почему потому что с короткими чоками что там уж говорить дропе распределяется в своем полете неправильно и выглядеть снова будет не очень хорошо говорите о прикладистости этого ружья очень сложно почему потому что ну разделяется народ на две половины кто-то говорит что это бревно и ничего не подходит кто-то говорит что отличное ружье с него можно стрелять хорошо и в принципе так оно и получается не бывает такого ружья в принципе на свете которая бы подходила всем кто-то два метра ростом кто-то метр шестьдесят кто-то метр семьдесят два кто-то в метр восемьдесят у каждого разная длина рук человек может быть маленький у него могут быть длинные руки человек может быть высокие у него могут быть руки короткий шея длинная короткая это тоже имеет значение поэтому вот именно вкладка в ружье вообще в принципе в любое ружье вкладка она провели проверяется именно во время стрельбы если вы берете в магазине ружье и проверяйте вот как она вкладывается это вообще ничего почти ничего не значит да вам может быть удобно но туда не смотрит ствол вашего ружья вот это под вопросом потому что она может вверх задираться может быть вниз задираться да именно для этого используются вот эти вот прокладки которые всегда есть в наборе в том числе мр-155 тоже имеет вот эти вот прокладки в наборе но не всегда это выручает поэтому ребята если вы пользовались мр-155 если вы пользовались мр-153 то и остались довольными то это однозначно ваше оружие значит это оружие подходит вам по своей эргономике по гладистости и тогда проблем не будет конечно из профи более того я конечно уверен что профи еще больше понравится такая же история бывает и с итальянскими ружьями вот у меня допустим берета бельмонты у меня вообще к ней душа не лежит совершенно потому что я ее взял для меня какой-то короткий ствол неудобный мне приходится прижиматься голову прижимать к нему знаете такое ощущение что я стреляю по уткам из тигра какого-то а не из охотничьего ружья из дробового в общем то я с этого ружья пострелял на охоте довольно неплохо неплохой бой тем более если использовать вот 5 сантиметровый удлинитель например у меня есть и 14 сантиметров удлинитель использование допустим зимнее время ну именно профи мне не приходилось потому что я взял его в этом году и совсем недавно и поэтому мне как бы в не получилось попользоваться зимой но в принципе можно сразу сказать чем плюс для зимней охоты это конечно деревянный деревянное цевьё деревянный приклад это ясное дело будет как бы вам в помощь но вот в отношении этого тут опять же интересная ситуация кому-то нравится кому-то нет я например больше использовал бы наверное в зимней охоте soft touch почему потому что ну использовать когда перчатки я обычно допустим на охоте использую кожаные перчатки и в коже конечно она будет цепкость именно у ружья легче его держать тогда когда она большее соединение имеет как бы липкость немножко такой имеет к перчаткам тогда с ними пользоваться лучше с другой стороны конечно деревянный приклад деревянное цевьё она не будет так холодить руку это все-таки дерево и конечно она будет оставаться теплым проблем с затвором с проблем с инжектором я каких-то не замечал конечно первые выстрелы вообще первые выстрелы на любом ружье итальянском или в российском турецком это могут быть там не перезаряды так далее обязательно ружье должно какое-то время про от обкатку проходить поэтому говорить о том что как бы вот когда человек просто взял ружье из коробки да там видео какой-нибудь достал собрал его тут же патроны зарядил там 28 грамм и у него не перезаряжает ну ребят ну это логично любое оружие нужно провести обкатку обслуживание и подобные вещи и нужно рассматривать его после допустим но 500 выстрелов предположим да тогда когда уже ружье точно работает вот тогда и можно будет рассматривать перезаряжает она или нет у меня кстати ствол 750 и и я считаю что профи должны быть все 750 ствола говорить о 710 стволе и говорить о ружье профи называть его профи просто как бы язык не поворачивается я считаю что это не серьезно все профессиональные ружья должны быть 500 750 760 ствол ну а на стенде и вообще в принципе при гусиной охоте и неплохо бы иметь и 810 кстати как раз при использовании 5 сантиметрового удлинителя ружье как раз превращается в какой 800 ствол да что в принципе для утиной охоты просто шикарно так что в принципе вот рекомендую обязательно это ружье брать с удлинителем 5 сантиметровым и проблем не будет так что вот ребята в принципе я считаю что можно использовать с удовольствием тем более у кого есть опыт использования вот мр-155 и мр-150 пика 3 которые просто не профи а которые значит стандартного исполнения если вы хотите улучшить вот свои чувства до свою эргономику и улучшить вот свои ощущения во время стрельбы то в принципе как вариант вам вполне мр-155 профи подойдет тем более что газоотвод он работает практически с любой навеской он использует практически любые патроны может использовать главное чтобы было возгорание пороха давление и тогда газоотвод сработает без проблем ну и в принципе конечно она более свободно в своем в пользовании потому что вы можете просто вот так взять ружье нажимать на курок и она будет стрелять поэтому в отличие от инерционного ружья поэтому в принципе ружье неплохое как газоотвод как ружье можно сказать бюджетного такого исполнения это ружье очень неплохое конечно профи подороже стоит доплачивать за него я думаю стоит почему потому что само качество качество изготовления вот на оформлении вот это ствола качество вот цевья и всего всего этого прочего она гораздо выше и вы почувствуете это почему потому что все-таки ружье приближается немножко к европейским ружьям по своему качеству и по своей можно сказать красоте наверное ну вот наверное все об этом оружии как бы а профи я советую вам посмотреть все-таки обзор на mr-155 наверно ссылочку или как в наставлю в описании все всего доброго ребята до свидания мы а и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok